Всем привет! Снимаю сегодня влог и первое, чем хочу с вами поделиться, мыло кисти. Я больше люблю мыть кисти не какими-то шампунями, какими-то там бальзамами даже, а лучше всего они отмываются и больше всего мне нравится их мыть именно мылом от Сейфгард. Я просто обожаю это мыло, я уже говорила и вы уже, наверное, слышали и знаете об этом. Но еще раз повторюсь, любое мыло, вот такое кусковое, я, кстати, тем жидким, которое я до этого показывала, также мыла кисти и мне также нравилось. Если сравнивать мыло и шампунь, то когда я мыла кисти каким-то шампунем, бальзамами, то кисти очень плохо вымывались, хоть сколько я там воды на них спущу, хоть сколько я буду там елозить, сама мыльная вот эта вот текстура, да, шампуня, она очень тяжело вымывается. С мылом таких проблем нет, в два счета все вымывается, грязь вся исчезает. У меня сегодня такой насыщенный день, я уже сходила в больницу, сдала анализы. В общем, сейчас зашла домой перекусить и побегу дальше по делам. Хочу еще зайти в торговый центр, там кое-что присмотреть, в общем, может быть, даже купить, не знаю, может быть, поснимаю, а может быть, не поснимаю, как в прошлом влоге. Хотела поснимать, когда мы пошли там с парнем погулять. Я даже забыла о том, что там что-то можно было поснимать, поэтому ничего особо не получилось, там какой-то фрагмент, когда я в туалете была. Зачем я это вставляла в видео, лучше не спрашивайте. Кстати, как вы относитесь к больницам? Я не перевариваю больницы на дух, я просто их не переношу. Я ненавижу врачей. Не в обиду, если меня какие-то врачи, может быть, смотрят. Я ненавижу врачей за то, что они относятся к людям потребительски, наверное, что перед ними не человек сидит, а очередной объект для опытов. Я всегда, когда говорю что-то, я говорю это небеспочвенно. Сейчас я ходила сдавать анализы, и один из анализов был сдать кровь с вены. До этого я в больницу ходила с пальца, кровь сдавала. Есть девочки, которые очень хорошо берут анализы, и после этого у вас ничего не болит. Но у меня болел палец. Какое-то время я ощущала дискомфорт. Часто, конечно, такое бывает. Очень редко бывает, берут кровь, и дня два буквально проходят, да, и всё зашибись. У вас ничего не болит, и вы ничего не чувствуете уже. Но с пальцем я проходила где-то неделю, наверное, да, неделю это точно. И были вот эти вот такие некомфортные особо ощущения. И с вены у меня сейчас взяли, и у меня моментально, что вы думаете, вскочил синяк. Вот, я надеюсь, видно, да, мне кажется, видно невооруженным взглядом просто, что у меня есть синяк. Рука жутко болит, я не преувеличиваю, не имеет смысла вообще, потому что, по-моему, всё и так видно. Я когда сдавала анализ с пальца, девушка такая ещё говорит, ну, она всем это говорит, я понимаю, что сидите спокойно, не дёргайтесь, там, и всё такое. Я никогда не дёргалась, абсолютно. Я как-то себя подготавливаю заведомо, да, и сижу спокойно. Здесь то же самое, с вены брали кровь, я ещё смотрела на это всё действие, да, и в итоге, ну, мы с парнем ходили, да, вместе сдавали анализы. Я просто вышла, он в шоке был, он кинулся ко мне, говорит, что с тобой, ты вся бледная, тебе что, плохо, блин? Я сама не знала, что мне плохо, я себя ощущала более-менее нормально, просто кинула как-то в жар. Потом уже я поняла, наверное, что мне стало хреново, потому что парень говорит, ты бледная, ты какая-то потерянная. Как всегда, смотрю видосы, доедаю остатки своей еды вкусной и пью чай. Короче, я сегодня находилась. Задолбались, все смотрят, как дебилы. Короче, сейчас уже 6 часов вечера, а я только иду домой. А впроснулась в 5 утра. И проходила целый день на высоких каблуках. Я ходила в фикс прайс, покупала ведро. И заходила в городе, была в за бодишоп, купила вкусняшек. Так что ждите видео про покупки. Вот такой вот у меня аутфит с ведром. Ну и вот я дома уже и покажу вам, что я все-таки купила в фикс прайсе. Я покупала не только ведро. В общем, купила еще 2 шелки, фольгу купила, набор ниток. Некоторые цвета закончились. Вот я прикупила куча всяких таких разных. И удобно, что сюда можно иголки втыкать. Вот на таких каблуках я проходила целый день. Новые обуви нужно время разноситься. Она может натереть. В общем, у меня сегодня произошло все сразу. И разнашивалась обувь, и натерла обувь, и ноги болят, устали. Короче, у меня все как всегда. Прошла неделя, и вот он мой синяк. Был больше. Уже немножко стал сходить. У меня сегодня такой спа-день. Я сделала уже маникюр, педикюр сделала. И решила нести очищающую маску. В общем, сделать полное очищение лица. Потому что хочу снимать сегодня видео. Хотя видимость такая вот. Все темно, все плохо. Потому что у нас уже сегодня, даже вчера, шел первый снег. Я знаю, в Москве уже, по-моему, как дня три снег лежит. Но у нас было просто холодно. Либо лил дождь. Но в основном было холодно. Вот сегодня уже конкретно я видела сама своими глазами, как идет снег. Я не люблю холод, если честно. Я просто ненавижу холод. Я даже сейчас сижу в квартире в таком теплом свитшоте. У нас отопление, кстати, еще не включили. Я не знаю, как у всех остальных. 9 октября и отопления до сих пор нет. Батареи каждый день. Трубы, батареи. Что-то там стучит, что-то происходит. Но почему-то отопления нет. У меня сейчас время обеда. Так что всем, кто тоже кушает, обедает, ужинает, неважно, завтракает, либо собирается. Всем приятного аппетита. Да, у меня еще вскочил прыщ. Как без этого, когда я собираюсь снимать видео, либо влог какой-нибудь. Да, хотела доснять видео про покупки вещей. Еще у меня идея была, чтобы снять видео болтологического характера. Такое вот даже название придумала по душам. Пока я долго думала, снимать такое видео или нет. В общем, уже у одного блогера на канале появилась такая рубрика. В общем, я так поняла, что если какие-то идеи возникают в голове, нужно их осуществлять и воплощать очень-очень быстро. Название можно любое придумать, неважно. Просто хочется немного поговорить так по душам на какие-то такие вот разные темы. Тем более сейчас такая погода начинается. Какие тут покупки, какая тут косметика, да? Хочется просто вот душевных каких-то разговоров.